марк здравствуйте с новым годом желаем чтобы этот год принес нам не только мир но и обязательно победу и счастья всем нашим зрителям ну что начнем пожалуй мы из тех прогнозов которые на 2023 год дала газета financial times я думаю вы наверное ознакомились нет я кое-что видел ну так мельком не успеваю давайте по основному пройдем то что в первую очередь нас интересует в украине их аналитики пришли к выводу или сделали такой прогноз что в двадцать третьем войну в двадцать третьем году война к сожалению еще не закончится плюс они сказали что европу могут ждать отключение света кстати о том что европу могут ждать блэкаут и говорят и многие главы правительства и другие министры в частности вот в австрии недавно было такое заявление в швеции то есть они потихоньку действительно начинают к этому готовить население скажите пожалуйста марк как вы считаете закончится война будет наша победа в двадцать третьем году если да то когда если нет то почему и опять же как какие у вас ощущения но и мы помним что financial times в прошлом году когда давала прогноз на этот уже прошедший двадцать второй сказала о том что войны в большой войны в украине то есть не будет что путин не осмелится на такой шаг они сейчас это объяснили сказали что это был оптимистичный прогноз и они ошиблись потому что они руководствовались логикой с точки зрения логики этот поступок путина он был очень неправильно но прогнозы вообще вещи не благодарны начнем с этого да потому что невозможно прогнозировать поступки людей особенно облеченных властью таких масштабах они все время нарушают логику событий так часто бывает исторически я исхожу знаете из собственной интуиции в сочетании с теми знаниями представления которые у меня сложились о русской власти потому что то как будет себя вести украину но в общем более-менее мы понимаем она будет воевать на будет сражаться свой суверенитет защищать свою землю в общем делать все чтобы не исчезнуть украинской нации она будет там где можно будет наступать там где можно будет использовать новые виды вооружения так где можно будет атаковать территорию россии то есть иллюзии тут питать не стоит и москве стоит приготовиться да и уралу возможно тоже а вот что касается москвы что касается россии а ведь от нее зависит закончится война или нет от ее поражения или от ее готовности уступить вот скажем так хотя там опций больше потому что бывает знаете предложение от которого нельзя отказаться но так или иначе я например я уже озвучивал не раз я не вижу возможности у москвы для затяжной войны несмотря на то что говорится оттуда из кремля и самим путиным я таких возможности не вижу мне кажется года для такой войны такой интенсивности такого масштаба если мы говорим об этом этого достаточно для того чтобы достигнуть какого-то промежуточного результат который позволит завершить какого результата я все-таки склонен думать что украина сумеет деоккупировать еще важнейшую часть территории возможно это будет запорожье мелитополь это выход к перешейку обстрелы территории крыма возможно какой-то удар по мариуполю но это будет достаточно для того чтобы перейти в фазу такую акматическую завершение войны вот мое такое мнение потому что еще одно поражение но сложно будет пережить они грош не переживет сложно пережить российской элите ну смысл вообще теряется продолжать он просто он теряется всякий потому что это что с изнову все начинать что опять херсон захватывать и балаклею но логика здесь такая если будет потерян мелитополь а это один из значимых городов бердянск и тополь мариуполь пожалуй три таких города сначала так называемой специальной военной операции которые ну что символизировали хоть относительно хоть минимальный но хоть успех да херсон был важен единственный региональный центр но эти три города они значимы не находятся на границе уже воды что называется море и можно было говорить вот у нас ну хотя бы против провод крым теперь там подачи воды и всякое вот это вот такое но хоть что-то можно было обосновать если они будут потеряны де-факто обосновать уже больше ничего вообще будет нельзя зачем принесены в жертву были десятки а то и сотни тысяч жизней чтобы вернуться к искомому результату крыму и допустим донбассу совершенно абсолютно непродаваемые истории на мой личный взгляд и поэтому я все-таки склонен думать что в двадцать третьем году будет найдено решение вы знаете найдено решение пришел западом западом в союзе с украиной и западом он сможет включить какие-то рычаги которые позволят перевести финализировать вообще все процессы они же не только военные но условно говорить им завтра дали истребители и ракеты томагавка кончилась бы война или нет ну так вот скажем не атаком сайт томагавка украина же знаете за словом в карман не лезет она тут же бы хренакнула по каком-нибудь из бункеров а то и по кремле понимаете ну а что цена от вопроса поэтому запада есть эти ресурсы да есть эти ресурсы есть эти возможности запад мог бы например на давить сильнее на москву в степени которая не позволила удержаться экономики так как она удерживается на плаву расиста у запада есть такие возможности глупо было бы их отрицать запад может включить специальный механизм который ну скажем так и на гуманитарном и на экономическом и на всех других уровнях приведут катастрофе не знаю там дочка пескова арестовать или там дочку путин говорят что тихо но вот которая бегает за этим зеленским не затем не затем там у нее какой-то хохолик от которого на дитя родила он а вот он ну а ну они как в мюнхене шатаются потом я тут видел был на юге франции подходил к ее дому вилла катерина она на границе англии ты верится она действительно арестована но знаете бог его знает и ездит туда там говорят целая сеть домов в этом районе значит юго-запада франции там ни один на васю пряника зарегистрированы и так далее ну то есть запад может вот знаете вот свое время давайте я вам пример приведу только началась война с японии интернированные лагеря вот такие японские их не расстреляют просто жили до конца войны мало ли чо и вдруг они там шпионы а шпионы были вот пирл харбор известная же история когда его разбомбили потому что по телефону японский связной передал необходимые данные авианосцы на авианосцы так сказать японскому командованию ну так и тут понимаете ну дойдет до крючки так можно же и взять и детей якунина и самих всяких деятелей же много они же все тут в европах в америках в других рядом местах так далее то есть я к тому что у запада гораздо больше механизмов воздействия чем он применять гораздо а представляете вот вы сказали о муже тифановой зеленск зеленском представляете какая ирония судьбы у путина внук уже сын родился дочь по моему я вот так и не понял писали по да дочь или внук я честно не утверждаю то есть ребенок с фамилией зеленский зеленская и не будет дедушку любить дедушка что сука понимаете вот так фашисты дедушка да дедушка фашисты сука вот такое вот понимаете поэтому ирония историческая она есть вообще во всем есть ирония но так или иначе эти люди вот они тут про китай что-то расскажешь ну тут си дзиньпином десна будем целоваться все уедем жить шанхай и тогда а по сути то как жили они как болтались они по европе как наслаждались этими капфера и значит оконечностями так она и в общем так и осталось а что изменилось скажите но с точки зрения украинской территории с точки зрения победы в этой войне для украины нас же не устроит ситуация выхода на границы 24 февраля не 22 года мы рассматриваем победу в этой войне только как возвращение всех наших территорий на момент девяносто первого года и в этом единый украинский народ и украинская власть поэтому вот как как в этом плане вы говорите что для вас остается возможной какая-то история где освобождается от русских захватчиков только населенные пункты и дальше типа что-то а что может быть если для украины это принципиальный вопрос демилитаризация этих территорий вывод оттуда российских войск под этим предлогом ну а как из крыма немедленно вывести все чтобы не осталось ни одного военнослужащего ни одного танка ни одно пистолетик даже не осталось все вывести а там дальше ну как входит гражданская администрация даже какие-то вопросы решаются с помощью западных гражданской имена украинской администрации ну то есть возвращение украине всех территорий но только там могут быть вариант что значит ну не обязательно украинским войскам куда-то заходить но гражданская администрация начинает на этой территории власти везде и в донбассе уж боитесь что он боится предлогом что будет какая-то там чего-то значит придут войска и будут расправляться ну так пожалуйста отдайте гражданским администрациям начнут работать восстанавливать украинскую власть ну то есть уже просили демилитаризацию вот эти территории будут от вас демилитаризованы но это можно будет делать только уже с другим президентом россии а кто его знает вообще может путин исчезнуть тут хороший вопрос ну я имею ввиду от власти отрешится может он отрешится нет но не нулевая вероятность она может быть и не очень большая но она не нулевая я не могу сказать что такое не может произойти потому что ну честно говоря он уже всем уже достанет до такой степени что они скажут что давайте какой-то найдем вариант без его участия сама власть я не имею ввиду народ народ вообще не на чем влияет давайте говорить русский народ деактивирован полностью причем не субъектен политически он безропотен он конечно ему что-то не нравится но у него нет даже канализированных источников где об этом сказать где собраться как сделать нету вот этого самого стержня самоорганизации поэтому мы рассчитываем что сама власть себе найдет способы как эту ситуацию переформатировать хорошо мы с вами обязательно поговорим подробно по поводу российской верхушки окружения путина еще давайте закончим западом столтенберг генсек нато на днях делал заявление сказав что нужно готовиться к затяжной войне и призвал страны нато давать украине больше оружия скажите на ваш взгляд запад дает недостаточно нам оружие мог может ли он сегодня дать нам столько чтобы действительно сделать удары украине по бункеру отвоевать быстро крым и так далее либо это мифы потому что с другой стороны многие военные эксперты говорят о том что западу тоже тяжело потому что он в отличие от россии не готовился к такого масштаба войне и он некоторые страны передали украине уже столько вооружения что себе даже меньше оставили сейчас только они начинают запускать военный этот бизнес то есть производство все ну да понимаете какая вещь конечно бы хотелось бы больше ну начнем с если возможность у запада предоставить больше какие-то возможности есть ну для ракета таком смогли предоставить или нет ну простой вопрос позже не не сложный уже не требует какого-то специального решения же как произвести или еще могли бы у этого есть соображение того свойства что действительно ну как бы есть проблема с тем что есть некая понятийная вещь связанная с связанная с договоренность с москвой мы не даем атакам совы не делаете чего-то может быть и так и возможно это распространяется там не знаю на истребители там бронетехнику на что-то еще сам процесс войны чем дальше он идет тем больше снимается этих ограничителей я если правильно понимаю непредоставление некоторых видов оружия было обусловлено тем что гражданское население территории украины не затрагивается война вот где-то воюйте как в зоне улос вот и все и там и воюйте но видно москва его нарушила ну под предлогом там крымского моста еще какое-то дребедение ну и так далее то есть по существу снимаются эти ограничители на них надо время москва нарушила это было с первых дней буча мариуполь ирпень все эти зверства над мирными драмтеатр мариуполя 1 чего только стоит понимаете как запад то ведь он хочет избежать чего хочет избежать значит конфликт своего участия прямого участия вовлечения чтобы не привести к третьей мировой войне но они так открыто и говорят они же не обманывают мы как бы воевать не хотим потому что у этого там свои как бы свои соображения то есть они не хотят вовлекать запад войну с расти хотя честно говоря я уже не представляю чем россия воевать вот но это другой разговор то есть я к тому что запад мог бы сделать больше вот ответим так почему он этого не делать ну выше мы это уже обсудили потому что есть некое предостережение от более существенного вовлечения непосредственно увеличения в украине не будет ли это меняться мое убеждение что будет меняться будет меняться по той простой причине что но как бы запад тоже испытывает гигантские издержки связи с войной но и они как бы вот и упрекают вот они такие циничные наши циничные они же имеют проблемы и с рынками они имеют проблемы с действительно обеспечением безопасности потому что еще дальше украине ну сами отдаляются с китая ну и так далее и так далее то есть это как бы проблемная вещь сама по себе динамика есть у этого процесс и я не исключаю что то что вроде как невозможно было получить еще сегодня или вчера за сколько вам там выбрать то есть это процесс и чем ближе украина в отношениях со своими союзниками с тем же западным подойдет к моменту предоставления всего необходимые ну тем ближе будет конец войны я сейчас обращусь к прогнозу который сделал кирилл буданов кстати наверное на сегодняшний момент единственный человек причем представляющий непосредственно украинскую власть и очень важный человек когда идет война тем более широкомасштабно который буквально на днях подтвердил в интервью о том что его карта которая у него висит в кабинете и журналисты ее сняли в открытый доступ она не просто так карта себя она станет реальностью в скором будущем я напомню что на этой карте разделенная россия и кубань курская и белгородская области там написаны нарисованы в составе россии скажите марк как вы к этому относитесь и насколько такой сценарий вероятен и вообще насколько вероятно что россия после поражения будет разделена или распадется с точки зрения того что очень многие территории которые на сегодняшний момент находятся в составе россии чувствуют несправедливость нахождение там и все это время ущемлялись хотят выйти ну что называется будан он конечно троллит он троллит но а это часть психологического давления в этом нет а помните еще у него была открыта карта москвы тоже значит что-то данилов сказал надо будет помаке шарахнуть шарахнуть ну это конечно троллинг известный и способ скажем доведения до истерики оппонента почему нет ну а почему кто запретит а почему нельзя ну то есть насколько это все реально или нет вот тут вопрос распада ли я называю полу распадом которым телеват вообще говоря последствиями войны для россии весь этот процесс почему но верху такое видели в девяносто первом году когда извините меня даже не было масштабной войны но если считать там закончившиеся афганскую и бушевавшие на окраинах колониальных локальные войны ну за тот же карабах и так далее сами атаки московского центра против регионов помните тбилисские вильнюсские события и так далее окончил с чем распадом закончилась почему потому что народы не желали жить вместе ну что ребята сейчас я вам покажу чем надо пить чай вот смотрите что у меня есть у меня в руках птичье молоко гордон в шоколаде это вкуснейшее птичье молоко ничего лучше в своей жизни я не ел и вот у меня в руках зефир гордон поверьте мне ничего лучше в своей жизни я не ел и это правда вот посмотрите они у меня на тарелочке вот они птичье молоко и зефир вот такая красота теперь смотрите что у меня есть у меня есть чашечка обычная вроде чашечка вот я ее ставлю беру чайничек и наливаю в чашечку а теперь будем смотреть что будет происходить с этой чашечкой я нам наливаю кипяток наливаю 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 смотрите что же с ней будет происходить лое и что с ней уже происходит посмотрите вот она чашечка кто-то там проявляется мне кажется это я отлично уже проявился и теперь смотрите вот конфеточки ну не ну это бомба и вот зефирчик это две бомбы на здоровье ребята я утверждаю что советский союз которого празднует сейчас юбилейчик только что отгремел в конце декабря до 100-летний юбилей советского союза его создание ну понятно что тогда он был скорее квази государства много чего еще менялось вот особенно при сталине понимаете как это был все-таки искусственно имперское квази имперское образование я сам свидетель я прожил какую-то известную часть жизни до 20 лет я вам хочу сказать народы друг друга я уже много раз говорил ненавидели презирали жить друг с другом не хотели все вот эти 15 союзных республик мечтали об освобождении от московского ерма и все кто утверждает обратное про дружбу народов общий советский человек все вот эту вот эту дебильную совершенно так сказать значит в концепцию да это люди либо лжецы либо идеологические просто придурки вот советских очень много знаете полукоммунист всяких так далее ну либо эксплуатирует от них свою угоду типа потому что он зайти с одной из геополитическая катастрофа а другой где-нибудь распада кем бы ты был да то есть он все получил от этого распада став чиновником криминальным значит коррупционером и дойдя до поста президента могу себе представить путина президента союза хохот по плаву катались такого бы даже не подпустили там пепельницу протирать его в здании лубянки поэтому с этой точки зрения я считаю что очень искусственно вымучено перевоссоздается миф о единстве народа потому что они все так мечтают и хотят опять соединиться повторить опыт советского союза никто ничего не хочет все хотят наоборот других проектов европейских проектов планетических проектов мечтают можно дальше отбежать зачем эту правду раз за разом пытаться проверять на реальность очевидно что народы не желают жить в московском проекте а в чем этот проект вот мне просто интересно сейчас этот проект одним словом обозначается война до этого он обозначался там коррупция регрессия стагнация любые слова самые дикие по части развития государства все применим потому что россия за эти 30 лет не продемонстрировала ничего чтобы было бы привлекательным национальная идея называется русский мир а вот что такое русский мир скажите русский мир это отстрагивание всех соседних народов их перевоссоединение в этот советский союз 2.0 называют под объединяющим всех шапочкой имперской шапочкой это русский язык это уничтожение национальных своих культур да то есть отказа от них полного ну например украине конкретно предлагается отказаться полностью от языка от идентичности истории религии автокепальной церкви они же сохранят что или что они собираются украинский язык там насаждать украинскую историю но нет же это касается всех народов им проще с этими народами работать посмотреть как живут автономии в татарстане уже фактически ликвидируется татарский язык мало кто знает а русские будут самые главными пострадавшие реальные русские не русские которые знаете не пойми какого роду племени значит там сейчас такие в основном заправляют потому что они вообще динационализированы русский мир это бутафорская концепция потому что по существу идеологии то нет а в чем выражаться должен русский мир в приобщении к русскому языку всех остальных народов к русской религии это какой рпц но там одни же шаманы шаманы да но это вот я не знаю может быть то есть они мало тоже и смысла ну например распространение большой русской идеи как они понимают понимание это не так что это должно быть авторитарно пирамидально устроена система тирании политической демократии это заслуги все запада это тлетворное влияние родители 1 родители 2 вот совсем набором там от лгбт при том что в основном все геи заправляет этим всем в кремле чтобы как бы иллюзии никто не питал мы вообще против геев ничего не имеем я вообще безразлично отношусь ни разу не голову но я к тому что меня переворачивает от того что значит борьбой с лгбт занимаются значит пидорасы понимаете все кто балдует кто практикует но это известно и володин так сказать и разные слухи ходили и ванове генеральный например сейчас помощником работы бывший глава обороны ну вот это азербайджанская история сотрудник азербайджанского посольства интересуется поинтересуйтесь это и так сказать более лайтовое окружение всякие графы но там есть просто целое лобби а понимаете которые вот про степашина много чего рассказывали он тоже игровой такой то есть масса народу по которым масса таких же вопросов но все эти люди прикрываются русским миром а как они же говорят что у нас лучшая система управления вот это вот группированные системы вот один хоть нормально поверишь они все не коррупционеры жулики не миллиардеры разбогатевшие на эксплуатации русского человека вот мы просто интересно почему же тогда все верят в том что они держатся семейных ценностей они пускаются матримониальные причем это вот самое невинное потому что ну путина разведенный человек сколько там джон нелегальных детей там модным является вообще официально жить на две семьи абсолютно у всех две семьи причем это как вы считаете ну как бы нормально же конвенционально то есть две семьи но я не знаю у шойгу две семьи у лаврова две семьи ну да даже его падчерицу и жену в лондоне вторую я имею ввиду лишили имущество подвели под санкции если следили за этой ситуацией там все практически даже до самых мелких и это даже такой стиль понимаете ну еще они играют на ближних дачах с людьми своего пола это тоже не случается а это и туда и обратно вы имеете они совершенно абсолютно в этом они считают выше себя всех и можно они считают что они вот знаете как вот никто не понимает но зачем это нахрен нам но если у тебя вполне себе изначальная ориентация ну во-первых это там вода какая-то витающая кто-то рассказал вот про английскую аристократию а они всегда очень стилизовались лондон это прям мекко для них что вот британская аристократия относится к своему служению государства как долгу они свободны долг и за это им многое позволено но это представление действительно какие-то такие странные но тем не менее как бы элита она себя держит выше что ей позволено то что не позволено обычным обывателям понимаете а это все все включает и гедонизм и богатство и брать все что ты хочешь из национально богат страны и так далее и ни перед кем не отвечать за это только отвечать там перед богом королевой еще что вот так они себя ставят кстати в этом есть в кастовости лубянки тоже отзвуки оттуда же вот поэтому возвращаясь тому о чем вы спросили какой проект они хотят вот в украине это кому надо какой нормальный украинский гражданин ему это все понравится и он этим соблазнится вот 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 весь этот набор кому он понравится на этой всей роскоши московской столичной да скрывается нищета за 100 километров даже меньше на самом деле кто бывал скрывается так сказать бесправие абсолютное и абсолютно унылый беспреспективность они же себя и ведут как компрадорская или они живут как я уже выше сказал вне пределов россии россия для них источник заработка и они хотят расширить как маркиз карабас свои территории вот помните говорит вот и это тоже маркиз карабас и вот украинцы работают давай-давай солнце высоко давай петро работы работа так они воспринимают нет никакой глубокой идеи а в чем у кого протагонист больших теорий вот мне просто интересно посмотреть идеолог дугин который говорит нужно собирательством заниматься или чем-нибудь вот подобным же рот на архаика а извините люди в украине хотят прогресса они хотят илона маска но рабы рабы но а смотрите как какая часть безусловно общество она рабски воспринимает свою положение конечно но если другие есть европеизированная часть маленькая незначительная она сейчас бывает она там уезжает она релацируется как модно сейчас говорить она уходит и что остается влияние вот тех кто говорят как бы вот не жили хорошо и не надо вот будем вот так хочу вот жалится хлеб есть там еще что не знаете как это модно было советский год главное чтобы войны не было баку у меня такая была тоже естественно все семьи погибли по русской части и вот они все про войну какая война куда-то собралась да значит они прожили в нищете в бесправии в каком-то унижении вечном вот бесконечный децобес пенсия за деда все попытки улучшить жилищные условия вот жизнь которую собственно им предлагает нынешняя власть а это и предлагает многие десятилетия там 90-е были небольшим просветом дверь приоткрыли те заглянули в благополучие и захлопнули нет ну хватит да и они перерадуют приватизированной квартире и купленные там поддержанные нам поэтому на самом деле нет проекта который вот русский мир мы говорим нет у него вообще никакого фасадной части нет постера плаката голливудского который бы привлекал как американская мечта или еще нету нечего продавать понимаете и ровно поэтому ни один народ никуда туда не пойдет а те на росте и утро спадутся nfc супер гордон крыса путин пошел гон 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной nfc коллекции супер гордон всего три с половиной тысячи ярких необычных картинок каждая из которых основана на моих мемах которые вы хорошо знаете и любите nfc сегодня это не только перспективное и приятное вложение важно то что часть денег от продажи коллекции супер гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов которые помогают нашим защитником изгонять фашистскую нечисть с территории украины заходите на сайт супер гордон nfc ком исследуйте простой инструкции каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных nfc кстати на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции супер гордон если вам нравится заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас в инстаграме на супер гордон nfc и в телеграме на канал супер гордон умные и продвинутые уже там присоединяйтесь мне кажется что русский мир можно характеризовать одной фразой квинтэссенция всего это просто очко на улице ну да имеется ввиду туалета на улице это считается как бы я вот увидел один кстати у золкина военнослужащий какой-то из глухой дыры а что плохого в том что туалет на улице ну а что зато не пахнет в доме вот вы понимаете уровень да посмотрите он это видео выкладывает я думаю это же надо вот какое образование ведь она же обязательно среднем как бы ну как ощущение эстетические этические откуда не внушены вам кто это все рассказал я просто пытаюсь понять а это социальное понижение перевели на этот разряд и они считают так жить и хорошо сколько угодно вы найдете русских видео где-то мы как же у деревянный дом тут речка камы течет до туалет на улице так хорошо летом вообще жарко какие кандидаты мы даже не знаем что это такое идиоты не понимаешь что комфорт это всего лишь на все результат прогресса люди раньше в пещерах жили на скальные надписи рисунки живых животных жирали потому что огня не было но можно вернуться к этому состоянию архаика она это допускает понимаете и им говорят что архаика это хорошо и вы долго живете а вообще нужно смысленно умереть ну если вот в таком ценностном ориентире русский мир находится урок про осмысленно умереть соловьев недавно вообще заявил что нужно русским не бояться умирать причем более того это хорошо надо умирать ну главное на поле боя то есть он призвал русских ну он повторяет методичку а путин сказал что вы так бы сдохли в дтп или отводки а так вам говорят отлично в окопе шинелки значит в без дренажа значит сдохните и хорошо а мы о вас в пакетах позаботите ну так интересно а вот сразу возникает вопрос а вы сами то чего не дохнет чего вы не отправляетесь туда на передовую соловьев прям своем этом китайском китилечке иди давай что-то раньше он так всегда жили но при сталине извините даже сынок его как бы я к сталину не относился да да погиб в лагере так сказать просто да фактически было расстрелить и вообще дети всех там у хрущева сын погиб и так далее ну как бы идеология обязывала да так покажите сука пример ну покажите пример раз ты это говоришь так покажи как ты это сделать даже рогозин единственный из них пострадавших это его очков порезали когда он праздновал день рождения в донецке а чё не в окопе чё не под бахнутом а почему-то не там он получил это сексуальное ранение вот просто интересно а он вместе с женой находится значит в ресторане и себя героем каким-то мне показываю что я тут иду до конца я такой сикой ряженка ты вот да и все и вот не надо себя изображать такого цветущего воина да пожалуйста мы же вам не запрещаем отправляйтесь офицеры вас уже покуривают ожидают вас хаймурса заряжен они все время до других а вы видели видео с пригожиным вот буквально новый год которая выложили где грузят пакеты такие грязные жуткие черные с двухсотыми вагнеровцами и говорит ну с новым годом то есть он их поздравит трупы вагнеровцы поздравят с новым годом да он циничный тип до предела причем он такую любит публичную такую знаете какую-то такую вызывающее поведение такое знаете брутально грубое такое каким наверняка в натуре не является вот мама медика значит папы нету значит там вообще биография начал копаться просто удивительно а вот 9 лет сидел он хочет соответствовать бруталистскому ну там набор статей там и разбой и увлечение несовершеннолетних деятельности так далее уже очень много документов сумел уничтожить потому что он когда в питере собственно его осуждали еще в ленинграде в советские годы он благодаря деньгам всему там по архивам сильно покопался но они уже опубликованы медуза большое расследование публиковал если кто интересуется номера статей любой вот в поисковике наберет поймет сам по себе такой человек не может с другим выходить понимаете у него психология такая 9 лет отсидел это знаете прилично это же не какой-то политический диссидент ну а мы еще помним видео которое опубликовали якобы его коллеги я не знаю правда это или нет пока было прекрасно все сказано да 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 мы это видели но но мы не знаем подтверждение этому иначе среда то вот как понимаете кто у кого молочный брат там еще большой вопрос то есть я к тому что значит эта среда теперь оказывается у него 40 тысяч под ружьем такие уже это что за страна в которой такие могут вот так то есть с пакетами и вот кувалду дарите хихик как дурак ну ты есть какая-то эстетика какая то есть ну кто-то скажет слышь дружок ты чего-то заигрался давай аккуратно почему никто не скажет где найдутся какие-то органы которые там люди скажут что мы всякое выведывали всякое позволяли но такое зачем ты чего из себя корчишь хочешь отправиться обратно на школьку но так мы тебе это обеспечим а чё нет такого значит это вот эти клести теперь приемлемы они стандартизированы теперь вот так можно себя вести но я чуть не вижу в украине кто-то радовался пакетом значит и погибшим и так далее другое отношение ну а как они относятся вот как бревнам так они собственно и выражают свои отношения просто он этот глум не скрывает вообще а я думаю что это элемент глума определенный он любит поглумиться а в кремле они то и дело проговаривают у них проговор через глум он происходит на самом деле происходит но не так часто не так откровенно вы про хаймерсы вспомнили в макеевке под бой кремлевских курантов в казарме или как-то в общежитии одно из пт у были уничтожены 600 мобиков то есть тех оккупантов которые собирались ехать воевать в украину собственно говоря но они уже были в украине на оккупированной части конечно но собирались дальше идти на фронт как интересно вот я не знаю вы наблюдали или нет как россия пытается это скрыть какие они запустили месседжи комментарии как под копирку там они договорились до того что мол ударили по пустой газ армия почему а потому что все эти 600 ночью просто вышли покурить поэтому это там скопление телефона было телефоны оставили а типа все 600 ночью курили там такие фантастические русские конечно в это верят смотрите во-первых мы не знаем сколько погибло я достоверную цифру не знаю значит министерство обороны рф заявила 65 погибших причем это значит что они уже даже не могли скрывать надо было хоть что-то сказать я-то делю на 10 или там нужно 10 то есть если они горят 65 ну значит человек 300 точно погибло 200 или 300 ну разница в данном случае уже никакой даже 200 гигантская цифра зараз уничтожили это раз во-вторых ну минобороны сказал 65 сколько реально погибло повторяю не знаю но уверен что больше значит что украина уже опубликовала минимум 400 наверное это близкие данные просто и ну наверное через какое-то время станет ясно шил в мешке не утаешь вот я уже говорил я родом из самары город бывший куйбышев и там губернатор нынешний жулька обычные по фамилии азарт под всеми санкциями как обычно гибли в макеевке и в том числе и наши земляки это говорит чудовищная трагедия тра-ля-ля ну то есть самара повезут вот я не знаю сколько может из самара было сто может из там других городов были другие но мы узнаем порядок цифр узнаем узнаем но то есть это к чему я говорю что все эти методички а давай ты вот разыгрываешь что там никто не погиб пошли спецоперация какая-то покурить вышли специально знаю что ударит это все чтобы замутить всю воду чтобы не разберешь где правда где неправда это старый прием вот на кого он работает наверно там на украину это не работает украина понятно ее на такой микки не проведешь на западе тоже не производит мне кажется прием западе до фени хоть миллион погибнет какая им разница до того кого вы направили кто там погиб в общежитиях пту наверное это адресат все-таки внутри россии потому что социальные сети нужно каким-то образом смутить вообще представление а люди там доверчивые мягко говорят мягко очень ну то есть одним одно продадут другим другой скажут какие 600 там 400 65 человек минобороны заявила то есть это для того чтобы смикшировать эффект от произведен я уверен что реальную цифру безусловно руководство командование знает и запущена просто какая-то параллельная оперативная игра информационная я не веду чтобы снизить эффект шоковый эффект от того что оказывается можно даже не в бахмуте там сутки вторую неделю погибать а просто раз и нет три ракеты марк а что это за воздушные тревоги были в новогоднюю ночь питере и москве я думаю что скорее всего они к чему-то готовятся них наверняка есть какая-то схема реагирования они вполне могли допускать что украина запустят стрижи переделанные на москву и питер я не исключаю это какая-то информация которую они получали на нее реагировали но опять же это все знаете там много дурака вообще дурак может какой-то командовать а давайте проверим готовность служб тому как реагировать на возможные удары по объектам инфраструктуры своей там какой-то военной или иной энергетической в столицах может и такое быть поэтому здесь но они готовятся знаете они вам бомбоубежище готовят они вам там пилит они значит пытаются значит уровень официальных мероприятий по ней то и дело смотреть то и дело как-то пытаются значит отменять то вот поисков путь на то в тюмень что же реакция на непредсказуемость ударов со стороны украины то есть они учитывают возможность собственной гибели в результате ударов украины марка скажите россия путинская россия путин могут какие-то теракты по гражданскому населению российскому сама устраивать для того чтобы попытаться перевернуть вот эту всю историю типа священная война в принципе русские это безразличны но в большинстве своем к этому потому что погибать еще пока никому не хочется несмотря на все и вот есть такая у них судя по тому что говорят пропагандисты уже сам путин который вдруг назвал войну войной и собственно говоря на статью себе заработал сколько там лет пятнадцать собственно говоря уже надо ему получается по своему же законодательству которую он и сделал сажать в россии даже гаги можно не ждать так вот могут ли такие истории начаться потому что украина если бьет она бьет по военным объектам потому что мы как раз отличаемся от россии смотрите ну что касается россии статья 207 точка 3 ч хотя не хотели для других это не для себя как бы они статью придумали не для того чтобы себя в чем-то ограничить они могут хоть войной называть хоть чем это как бы это себе а статью для таких как я вот они придумали для вас или там для супруга вашего дмитрия гордона они же для нас поэтому это не имеет значения как называть что касается возможности теракта вы знаете они по священной войну и так говорят без теракта и они как бы риторику то это не меняли нужно ли им надо ее еще более ужесточать на фоне там какой-то мести за то что вот эти теракты и так далее но я не знаю что больше можно сделать они могут дом взорвать так могут дом взорвать они такое делали вот как бы а как путин к власти приходил конечно говорить о том что это невозможно я не возьмусь вот я раньше мог бы там знаете мне тоже скепсис был по поводу домов в девяносто девятом 2000 году ну нет ну как бы бы чья и вдвойной агент а сейчас после всего что было в нулевые в десятые начало двадцатых во поверишь во что угодно ну потому что дальнейшая жизнь она часто подтверждает прошлое обосновывает его выявляет и так далее исторические по всякому другому поэтому с этой точки зрения охотно в такой поверю что дома взорвать могут даст ли им это нечто большее чем они уже имеют потому что они эксплуатируют население как хотят вне зависимости она хочет она умирать не хочет умирать хочет воевать не хочет понимаете проблема в том что у русских отсутствует полностью эмпатия к своим соотечествам сдохло кто-то там шибекина или там брянского им абсолютно совершенно наплевать обстреливают украинцы не обстреливают гибнет не гибнет им во Владивостоке или в Москве совершенно абсолютно начать поэтому вызвать подобным терактом какую-то большую сочувствие сопереживание чувство мести за совершенный теракт больше чем нужно это власти которые могут сделать и без терактов принципе невозможно люди хмыкнут и пойдут дальше заниматься своими делами хорошо взрывы на аэродромах в Энгельсе в Курске взрывы в Брянске в Воронеже это что нет ну как это что это удары украинских вооруженных сил и беспилотников в отдельных случаях эта группа ДРГ действует это понятно вот Украина совершенно не обязана официально признавать этого авторства с чего оба это он 8 лет ей рассказывали их там нет ну вот это алверды такое ну а вы считаете как хотите а мы делали то что делаем будем делать то что мы будем делать а как и кто и что заранее анонсировать мы не будем поэтому как бы это вопрос ну я понимаю что это Украина делает но это не меняет ничего понимаете мало ли что я понимаю Украина официально на себя ответственность не берет но эти взрывы безусловно является ответом на действия Москвы ну то есть грубо говоря вы нас бомбите будете вот это получать прекратите бомбить может глядишь и у вас все по-другому сложится в жизни но это же логично но я не знаю как одно вытягать из другого но там в России же есть тоже местами отношения но скажем так не в обывателях обыватель как я уже сказал мало на это заморачивается а вот в среде ну а обыватели частично жены в среде там мелкой власти ну как же то они могут как же вот они нас бомбят как же так можно понимаете как можно вы же воюете мы там народ Донбасс еще и мы какие-нибудь там мы не первые начали вот эти вот все версии то есть вот это ощущение того что это можно в одну сторону а нас то за что как в уникдоте как вы уже год воюете а у России хорошая система ПВО да нет ее никакой ну как три раза они по Энгелесу по Энгелесу Украину где эта система ПВО пусть мне ее покажут но погодите они только кичатся тем чего у них нет я даже знаю внутренне у нас территория большая мы же не можем ее всю закрыть ПВО мы что сказать как вы представляете что мы закроем всю территорию России мы не можем ее закрыть тем более много средств передвинутых линии фронта там еще что-нибудь нет ничего ну а как три раза это в анекдоте знаете есть анекдот пошлый советский когда старушка вчера изнасиловалась сегодня пошла изнасиловалась завтра опять пойдем понимаете ну а сколько можно раз в Энгелес попадать ну просто интересно то в рубку то в самолеты три погибло тут четыре тут и летчик и пункт управления ну нет никакого ПВО где это ПВО то ну наверное где-то оно есть где-то оно срабатывает но соотношение такое как Украина Украина во-первых западная связь с этого НАСАМС и Айрис ну и не важно а какие средства это у России собственные но их эффективность мы видим поэтому если бы у Украины было больше бы средств для атаки удара то я думаю в лучшем случае дай бог процентов 20-30 бы сбивалось в лучшем случае остальное мы с вами говорили что обсудим обязательно что же там сейчас происходит в Кремле что окружение Путина думает любят они его сейчас ненавидят но вы видите разноречивая информация идет она не прямая конечно мы точно достоверно не можем этого всего знать но с другой стороны вы посмотрите простой лакмус пример за снятие санкций судится уже говорят больше 60 чуть ли не под 100 человек в Европе ну это олигархи близкие к Кремлю то есть сеть Усманова Абрамович но это же не последние люди да они судятся условия санкций была ответственность за действия совершаемой Москвой Кремлем непосредственно решением Путина о войне для того чтобы доказать обратно это я вам как юрист скажу протестуально нужно доказывать собирать базу протестуальную доказательную базу о том что ты не не причастен к этим образом санкции не обоснованы ну как континентальное право вполне понятная логика это значит ты себя снимаешь адрес максимально пытаешься дистанцироваться от того что делает Москва дураку понятно что все они имеют то ли иное косвенное прямое отношение к тому что делает Кремль резонно не обеспечить кого финансово кого еще каким-то образом и отделить от своих там мы типа барыги а не политические решения или силовой аппарат принимающий решение это часто невозможно потому что это все настолько тесно переплетено одно вытекает из другого что на самом деле так сказать там тоже дураков в Европе нет ничего прекрасно понимает как коррупционный механизм и механизм государственного управления в России работает это о чем свидетельство потому что эти люди в принципе как бы в общем независимо от того что делает Кремль ну воюют воюют лишь бы на них не сказываться а на них это сказывается им морозят активы им запрещают въезд в страны ЕС а они очень любят мы уже это выяснили что там что я же открою секрет что у них у всех дома у них яхты самолеты самолеты кстати в основном в Швейцарии они раньше ставили на отстой и так далее яхты естественно во Франции частично кто-то Германии любил но сейчас с этим проблемы с этим проблемы конечно они бы хотели это изменить в принципе вот какому-нибудь отдельно взятому Абрамовичу ему эта война это не нужна ему лично потому что честно говоря вот ну денег украсть так он бы и без войны их украл да значит еще что-то подобное же да ну что он не прожил больше без украинской территории без войны ему это не надо я думаю что критическая масса подобных людей она как бы в окружении Путина есть решаться ли они каким-то образом повлиять на государственную политику на убедение войны да в настоящем виде я не вижу но я думаю что их к этому подводят запад активно их заставляет знаете что вы хотите уходить того всего пятого десятого ну тогда решайте вопрос а мы не можем мы не влияем тогда ничего не будет значит ваши активы будут у какого-нибудь фридмана заморожены шутки шутками говорят там под 10 миллиардов все заморозили считай компании все его дома в лондоне и так далее и так далее то есть это говорит о чем о том что недовольство оно есть и наверняка избавиться от этого желания есть вопрос что надо рисковать а эти люди они же трусливые они же никогда ничем не рисковали они всем рассказывали сказки мы прошли 90-е мы такое да мы готовы то да и другое а на самом деле они просто были трусливые шестерки в основном стучали и работали с лупянкой вот и все и никакого ответа здесь нет что касается еще одной части это минобороны вот тут есть своя специфика просто олигархи в россии никогда ничего не решали по большому счету потому что они были зависимы от путина а вот те кто как-то может силовики псб они довольны этой историей они поддерживают путина полностью типа до конца на кладбище тогда конца или что смотрите вот олигархи олигархами а вот я помню прекрасный термин покойного бориса немцова семибанкирщины я помню знаете ельцин который еле ходил значит доведший сердце сердце у него там стучал еле-еле у него фракции выброса было понимаете то есть не сказал бы я что они так уж сильно ничего не решали а где вы были идиот чего же вы были этого карлика-то себе или путина вы как бы о чем думали-то ой а мы не решаем а тогда решали не ну так да ну так тогда и надо было решить друзья да наверное в нынешнем виде сегодня они может и не время ну так опять же они же связаны тесными нитями отношений со всеми теми же силовыми структурами совсем этой коллеги фсб с министерством обороны генерального штаба а что у них совместный бизнес пьянки гулянки это люди может быть там не друзья но все равно это достаточно тесная связь пример вот это суровикин жена его работала с тимченко ну понятно тимченко сам выходится с кгб тем не менее что касается армии вы понимаете как вот тут какие-то брожения есть они чувствуют что они ими недовольны ну понимают они проиграли войну разворовали они там ее значит не так подготовили и так далее а сейчас паворит пригожий понимаете ну а как я значит от училища до академии от гарнизона до генштаба а тут какой-то вышел зэк девятилетний отсидки и значит мне тут говорит что я пидор а кому сказали ну погодите это же не я сказал его значит военнослужащего к вагнар говорят что начальник генштаба пидор ну нифига себе что у вас за армия что за сбор наверное это все не нравится слышались голоса размещенные вот этот соболев генерал полковник генерал-майор боюсь ошибиться член комитета по обороне государственной думы парламента в россии нет тем не менее у этого картополова сидит это нехорошо вот так вот незаконная структура никаких чувак а у нас по законодательству быть не может нет они оскорбляют за генерал армии герасимова ну только естественно это наверно герасимов сильно был недоволен движением погоны вообще из тебя так можно обычным так сказать на театре военных действий артиллериста оскорбить хорошо что за генерал армии тогда явно это как бы ну понимаете тут про заложного кто-нибудь рассказал сколько бы он прожил бы свои бы удавили ну а может нет но это все равно как-то публично нехорошо 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 ну и вот и поэтому нужного такой авторитет что попробовал бы его все поддерживают правильно а там авторитет какой с кого возьмется ну можно списать надо же это зэки какие-то стоят по дороге ему хоть герасиму хоть шойгу авторитетов нет но кстати тема отличается нормальная армия от армии уголовников которые значит дисциплина и авторитет вообще говоря основа существования армии как такову но вот это точно не нравится и они наверняка считают что это путиным спровоцировано вот это уничижение генералитета это результат отношения путина к армейскому руководству и возможно там у них растет чувство недовольства другое дело что мы не ждем от них реальных проявлений значит возмущение или не знаю желание это положение изменить потому что трусливые они тоже слишком зависит отдельно ну хорошо не видим мы сейчас фигур в окружении которые под гнетом обстоятельства именно ухудшение их жизни и их родственников тотальное ухудшение то все о чем мы сейчас выше говорили не примут решение объединиться в конце концов понять что главная эта проблема она вот сейчас у них если они его куда-то денут то собственно говоря они смогут договориться западом вернуть украине все территории и так далее и так далее но смотрите как этому вот мы так рассуждаем где гарантия что и там внутри себя они чего-то такое вот так же не говорят на хрена нам санкции зачем нам это украина сдалась давайте что-то сделать по моему ощущение такое что в силу того что эти люди все недостойны своих управленческих должностей ну всего ограниченности отсутствие идеологии идейности и так далее они не знают что делать не понимают что надо делать ради чего это делать как обосновать как выходить к народу с этим меня такое ощущение что там есть некая такая фатальная беспомощность при желании может это желание есть недовольствие то есть и записанного нами анализа но они не знают как с этим поступить они не знают что с этим делать и это ну такая в общем ситуация нерешаемая поэтому на ваш вопрос когда вы говорите а если там это недовольство украины река но есть но перекинуть мостик недовольство к действиям за 9 10 месяцев мы этого не видели большую ну значит они могут марк я хотел с вами еще одну тему сегодня обсудить очень интересно у меня на днях вышло большое интервью с кристиной курча предлих это польская журналистка репортер писательница она лет 15 проработала в россии подробно изучала тему чечни путинских всех смертей следов которые ведутся да ее даже на нобелевскую премию мира выдвигали она написала потрясающую книжку настоящей биографии владимира путина и оказывается когда мы читаем эту книгу что этот человек выдумал свою биографию от рождения и до последних дней потому что и год рождения у другой ему сейчас не 70 а 72 и мать у него другая которая в грузии жила родители от него отказались его мать от него отказалась и было у него два отчима которые его оба издевались и жестоко избивали и родился он не в питере не в той семье и собственно говоря оказывается что у него по матери в грузинском этом селе каком-то забитом не помню я уже название до сих пор живут две сестры и брат с которыми он категорически не хочет общаться даже вообще забыл о них но фсбшники там рядом постоянно живут и охраняют чтобы никакие журналисты не приехали про личную жизнь его очень специфические отношения с женщинами там много-много-много всего вот такого да расследовано слушайте но это это ужас вообще конечно но я слышал разные версии более старшему возрасте умерших детях его матери о питерском периоде о подозрении на грузинское происхождение все это я слышал во первых все выкции с кгб вообще вся власть которая сформирована лубянкой она вся имеет фальшивую биографию выдумываю неважно в этих деталях или в других но это главное условие настоящей биографии не должно быть она стер да и наверное есть люди которые что знают больше пути не самом и так сказать его сомнительных связей с одним с другим с третьим но определяет ли это на туру куча отчасти наверное да но сейчас для нас вот честно говоря 70 лет или 72 мало чего меняет с набором того что мы имеем дело наверное наверняка какие-то факты его биографии точно перелицовано но он там про папашу говорил что тот работал служил военный разведка моряком он был не поймешь значит какие другие детали это сказать когда он начал был завербован стучал ли в институте с моментами на ируфаке ли он как он утверждает учился или каком-то другом месте значит и так далее масса деталей которые понятно стерты именно его принадлежатся к губе но мало что это для нас изменит вот это откровение понимаете вот эти факты они мало что могут поменять осуществление отношения к путина понимание его больше чем мы его понимаем за этим уже почти четверть века пусть мистер путин вопрос больше не стоит он это злодей вопрос уже ответили на то что у него там есть еще какие-то детали биографии которые где-то пикантные а где-то совершенно бросающие но для нас если честно принимать уже ничего не марк спасибо вам большое за интервью и за ваши выводы я желаю я желаю всем нам скорейшей победы и до след до встречи в следующих эфирах точно всем спасибо 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 всем зрителям ну действительно посмотрим как будет вызываться события найдется повод обсудить слава украины а украины